Парад начинается. В автомобилях времен Великой Отечественной на площадь прибывают самые главные участники, ветераны. 72 года прошло с того победного дня 9 мая 45-го. Несмотря на преклонные годы, эти люди сохраняют молодость и бодрость духа. Я горжусь, что я живу в этом городе. Я очень рад и доволен с сегодняшним мероприятием, с такими грандиозными парадом. На трибунах десятки тысяч самарцев. С таким размахом День Победы отмечают уже несколько лет. Но именно в этом году Самара встречает праздник в статусе города трудовой и боевой славы. 233 жители запасной столицы были удостоены высшей награды – звания Герой Советского Союза. 36 воинов стали полными кавалерами Ордена Славы. Ура! 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 Я хотел бы пожелать всем самарцам, чтобы мы приложили максимум усилий для того, чтобы быть достойными памяти тех людей, которые создавали наше общее богатство, которые оберегали нашу страну. По площади маршируют почти две тысячи человек. 27 парадных воинских расчетов. Это солдаты 2-й гвардейской армии, национальной гвардии, полиции и МЧС, а также курсанты военных учились и юнормейцы. За пешей колонной на площадь выходит механизированное. Зрителям демонстрируются современные образцы вооружения – танки Т-72 и бронетранспортеры. В параде участвуют почти 30 единиц военной техники. Следом за танками и БТР по площади прошли система залпового огня «Град», а также ракетный комплекс «Искандер». В это же время над площадью проносятся бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8. Вслед за современной военной техникой на площадь выезжает колонна исторических машин с участниками военно-патриотических клубов в обмундировании 40-х годов. А в небе парят самолеты времен Великой Отечественной. Самая трепетная часть парада – на площадь выходит бессмертный полк. В его строю шагают и взрослые, и дети, почетные жители и простые самарцы. Все объединились в единый строй с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Гордость за своего дедушка, за наших родителей, дедушек, бабушек. Классно, эмоции переполняют, это очень здорово. Колонна бессмертного полка растянулась на сотни метров. В строю прошли, по разным данным, от 40 до 60 тысяч самарцев. Праздник и радостный, и одновременно очень горько за все события, которые происходили. Хотелось бы, чтобы никогда больше люди этого не знали. А вечером на площади Куйбышева прошел большой праздничный концерт «Мы едины в победном строю». Самара, как город, как запасная столица, сделала очень многое для того, чтобы эта победа состоялась. Это величайший праздник для нашей страны, для меня, для моих родственников, для моих детей. Десятки тысяч жителей пели песни военных лет вместе с самарскими артистами и творческими коллективами. Специально на концерт в честь Дня Победы прибыл актер и кинорежиссер Сергей Маховиков со своей творческой программой. Завершились празднования Дня Победы грандиозным салютом. Олеся Корецкая, Максим Вусев, Григорий Плешаков. События.